Другими словами, когда надо начать воспитывать человека? И когда ему надо служить? Граница определяется самим человеком. Всегда, когда человек не доверяет отношениям и хочет ими просто пользоваться, всегда ему надо только служить. В тот момент, когда у него в сердце появляется уважение, а оно выражается в том, что он вас слушает, прислушивается к вашему мнению, с этого момента надо начать его воспитывать. А также воспитывать надо человека всегда в крайних ситуациях, когда его понесло на сторону, решил погулять, или когда он делает ошибки какие-то серьёзные. И воспитание человека всегда состоит из трёх этапов. Первый этап. Нужно сказать человеку правду. Если он обиделся, значит, нужно его успокаивать. А если он не успокаивается, значит, надо отстраниться от него, выполнять перед ним свои обязанности и не общаться с ним близко. До тех пор, пока он не начнёт подлизываться. Перевык подлизываться. Пытаться вас как-то обрадовать. С вами как-то пытаться наладить отношения. На это тоже не надо поддаваться. Нужно, чтобы он принял ваши слова. И когда он готов обсуждать, тогда надо сесть и сказать ему стерильно, почему я так считаю, почему лучше вот так делать. Не то, что я против тебя или считаю, что ты плохой человек, но ты всё равно должен стремиться изучать, как бросить курить. Потому что я знаю точно, что курение разрушает твою жизнь и нашу семью. Запах никокина разрушает мою возможность зачать детей. А если это возможность остаётся, то запах никокина может привести к тому, что родится урод. Поэтому ты должен бросить курить. Пытайся к этому идти. Для этого нужно слушать лекцию, изучать, как жить правильно. Бросить курить можно только с помощью знаний. Но если человек говорит, я не могу пока этого сделать, ничего страшного. Главное, чтобы у тебя было такое желание. И всё. И дальше продолжать терпеть, служить человеку. Не навязываться с этой идеей к нему. Испытание всегда нужно в остальных ситуациях, когда у человека страшная какая-то беда в жизни. Он спивается, он курит, он уходит в незаконное отношение. Какие-то гуляет, поджимает. Нужно воспитание. Нужна борьба за близкого человека в это время. Воспитывать означает бороться. Воспитание всегда война. Но войну нужно вести деликатно. Когда мы служим близким людям, у них увеличивается благодарность в сердце, а снаружи они наглеют. Я, допустим, в смиренах готовлю мужу что-то. Он в сердце благодарным становится, а снаружи ему кажется, ну, я просто такой хороший человек, что мне досталась такая жена, что мне любит готовить. Это не то, что она старается готовить, это потому, что я такой хороший она готовит. разок жена меня понагладила, полностью одела красиво на работу. И говорит, ты сегодня красивый будет видишь? Я посмотрел на себя и так пошутил с ними. Говорю, это я такой по природе красивый. Она говорит, а я думала, что это потому, что я тебе не гадаю. всегда когда он услужил человеку, он немножко нагреет. Это неизбежно. Но внутри у него появляется благодарность. Эта благодарность дает возможность его воспитывать. Когда надо начинать воспитывать? Когда уже мы видим, что пора. Ну, человек выходит за рамки. Это первый вариант. Второй вариант. Когда он начинает слушать, тогда ему надо воспитывать. Но воспитывать всегда надо деликатно близкого человека. Потому что если мы воспитываем другого, он никогда не воспитается. Он будет делать все наоборот. Деликатно означает по-добному. Один начальник подошел ко мне и сказал, «У меня очень страшная ситуация в коллективе. Когда я наказываю людей, они против меня взглядся и блудуют. Когда я их не наказываю, они нагреют. Что делать?» И я ему объяснил, что не проблема наказывать или не наказывать. Проблема заключается в том, что у тебя к ним нет любви. Потому что для того, чтобы человека наказывать, надо сначала его полюбить. Не баловать, а полюбить. Вот, например, если я ему объяснил, что если у тебя подчиненный заболел, ты должен прийти к нему домой и сказать, «Как дела?» Начальник приходит домой, представляете, и говорит, «Как дела? Тебе помощь какая-то нужна? Может, тебе моих знакомых врачей как-то попросить, чтобы они тебе помогли?» И потом, через два дня, весь цель будет знать об этом уже, понимаете, что начальник приходил к этому человеку. Называется «любовь». И она даёт право начальнику наказывать этого человека и сказать ему потом, «Почему ты не выполняешь свои обязанности на работе? Ты же уже вылечился, ты здоровый, пожалуйста, работай как положено». И он будет работать как положено. То есть, когда начальник вкладывает человека, тогда он может из него спрашивать потом, и тот будет подчиняться. Любовь — это огромная сила, она на всю жизнь оставляет печатать. Я даже в школе после уроков занимался в группе продлённого дня и учился вместе с воспитателем. Ну, с учительницей, которая там нас учила, помогала нам делать домашнее задание. И там было несколько книг на полках стояло, и одна книга такая толстая была «На суши и на море». Это была новая такая книга, я никогда таких книг не видел. Она мне очень понравилась, я начал её читать, там много интересного всего описано. И я её и прав. Унёс домой тайком эту книгу, но она видела, что я читаю её каждый день. Ей несложно было понять, кто её взял. Она пришла неожиданно домой к нам. Мама открыла ей дверь. Она говорит, «А где Олег сейчас?» Она говорит, «А ну, думаю, у себя в комнате». И она заходит в комнату сразу в бестуле, и я сижу с этой книгой. Она говорит, «Олег, как дела? Я пришла тебя навестить». Я говорю, «Нормально». Она говорит, «А что ты читаешь?» Я говорю, «Вот эту книгу». Она говорит, «Олег, где ты её взял?» Я говорю, «Взял в школу». Она села рядом со мной. «Тебе нравится эта книга?» Я говорю, «Да». А сам такую вообще ей не так тяжело стало. И она говорит, «Ну, ты все следующие раз, если захочешь её взять, пожалуйста, спроси. Потому что иначе, получается, что ты её украла». «Она всю жизнь запомнила эту книгу». Потому что она с любовью меня учила от воровства. Представляете, как она сделала это правильно, что я запомнила эту всю жизнь? Это проявление любви. Она не могла ругаться, сказать родителям, «Смотрите, он у нас ворюга». И я её ничего не сделал, никакого урока из этого. Она ничего не сказала моим родителям, никому. Просто пришла ко мне, скрыла проблемы, сказала, как правильно, ушла. И даже книгу с собой не взяла. Я её сам принёс на запас. Это называется любовь. Когда человек вкладывает любовь, он имеет право рассматривать уже. Так же. Любовь может быть строгой. У меня была учительница, любимая учительница. она мне поставила в первый день учёбы в первом классе две единицы. На первой странице. и я подумал, что она очень плодает учительница. Я пошёл и вышел из школы. Да, я пошёл за школу, так обошёл, чтобы меня никто не видел, и начал вырывать эту страницу. и я как раз встал напротив нашего класса. Я далеко в ходе, как раз встал напротив нашего класса. И когда я вырубил, я посмотрел, никого нет, и увидел, что она в окно смотрит на меня. И пальчики на меня. Я пошёл назад. она не преминировала страницы, перейла всё назад. И отправила в дом. Ну, я получил потом наказание за единицы. На следующий день я получил четвёртку уже. Всё выучил. И подумал, хорошую учительницу. Но почему я так потом, потому что она всегда по додору меня смотрела. Она не поставила плохие оценки, но при этом по додору смотрела. она меня просто обучает. Когда мы с любовью служим близким людям, мы имеем право их обучать. У нас на это есть право. В этом граница между служением и воспитанием, любви. Достаточно любви можешь воспитывать. Вот смотрите, допустим, кто из вас не может сказать человеку воспитывать близких человек? Помните вы? Вы не можете сказать не можете мучить. А почему? Чтобы он не обиделся. Давайте микрофончик. Есть микрофон? Сейчас мы с ним вообще не س Ну, и к чему это приводит, если вы не можете сказать, если не что-то, ничего? Он же начинает прогреть, правильно? Он начинает вести, как он хочет, рядом с вами. Что хочет, то и делает. Так и получились, да? Получились. Но это означает, что вы его не любите, получается. Когда возбежало вас, это означает, что вам любого, что он? Знаете, мы на самом деле не говорим близкому человеку правду, потому что мы не верим ему. Когда человек верит, человек приходит к нему и честно говорит правду. Это признак веры, это верие. Почему мы боимся, что он говорит правду? Потому что мы боимся, что он меня бросит. Мы не верим. Неверие означает, что вы не стучитесь к нему в сердце. Надо стучаться к сердцу. Когда женщина улыбается, строит власти, наслаждается с близким человеком, в этом нет никаких близких отношений. Это просто наслаждение и всё. Близкие отношения начинаются тогда, когда вы стучитесь к его сердцу. Вы желаете ему счастья, просите прощения, прощаете его. И когда вы такое делаете, то тогда вы можете также ему сказать правду, потому что вы близко к нему в сердце находитесь. Вот я, если бы не хотел с вами честных отношений, я бы вам тоже не говорил правду. Я бы не стучался в ваше сердце, не говорил. Я бы вообще вам не задавал никаких вопросов. Прочитал лекцию и пошёл. А вдруг они на лекцию не придут в следующий раз? Это означает, что я корыстный человек. Я хочу больше себе последователей, но не хочу вам сказать правду. Или я могу вас куда отмечать? Говорить, что вы все плохие, я хороший. Это тоже означает корыст. Когда человек служит близкому человеку, а не просто ждёт от него человека, то у него появляется смелость в отношениях. Смелость. Служите своему близкому человеку. Служите, запойте себя. Преодолейте ожидания. Женщина часто ждёт от мужчины, когда он что-то ждёт. Преодолейте это ожидание. Просто заботьтесь о нём, слушайте им. Станьте смелыми в отношениях. Есть разница между понятием служением и воспитанием. Если семья уже создана, и в случае с людьми только строятся отношениями. Если семья создана, то отношения более сильные, и в них больше возможностей. Когда отношения только строятся, то мы часто не имеем права воспитывать человека. Нам надо ему в основном служить, заботиться, прояснять отношения. Но мы не имеем права воспитывать в это время. Воспитывать можно только того, кто тебе доверил свою жизнь. Но если ты строишь отношения, ты можешь просто заботиться о человеке, терпеть его. Не нравится — не строить отношения. Нравится — строить отношения. Терпи, прощай, забойся. Воспитывать чуть-чуть можно. Очень немножко, совсем. Деликатно, очень немножко. Не превышая свою полномочия в отношениях. Как победить гордость? Чтобы победить гордость, для этого надо сначала в себе её увидеть. Гордость — это самая незаметная вещь. Каждый человек имеет гордость. И увидеть он может её только глазами старшего. Другого способа увидеть гордость нет. Поэтому каждый человек должен в своей жизни иметь старшего. Нет старшего — нет развития. Кто-то должен быть старшим в жизни. Если нет старшего, значит, вы не сможете с совестью общаться со своим. Общаться с совестью можно только через старшего. Только духовно просветлённые люди могут напрямую к совести обращаться. Потому что они сами себя готовы наказать. Большинство людей не имеют силы себя наказывать. Люди в невежестве себя считают святыми. Люди в страсти считают, что у них больше, короче, в качестве, чем у всех остальных. Люди в благости считают грешниками. Такова квалификация в благостном человеке. Он видит у себя грехи. Невежественный даже не может догадываться, что у него есть грехи. Он себя считает очень классным. Страстный человек по ситуации иногда раскаивается, иногда нагреет. Как мы выгодны. Вот выгодно раскаивается, он раскаивается. Жена уходит, допустим, он раскаивается. Жена не уходит, он нагреет. Это жизнь страсти. Но благостный человек всегда в молитве учится видеть свои места. Современная психология часто говорит, что не надо себя унижать. Не надо смотреть на свои недостатки. Считай себя хорошим всегда человеком. И у тебя все будет хорошо. Это полное безумие. Правильное чувство собственного достоинства означает не считать себя хорошим, а сделать хорошим пастухом и получить счастье в сердце. Потому что мы сами себя не оцениваем, нас оценивает совесть. Я хороший, когда я сделал хорошее дело. Но это не мое дело себя оценивать, меня Бог оценивает. Чувство собственного достоинства работает правильно, когда человек делает добрые дела. Но если человек сделал такое дело, когда он себя оценит по-настоящему, когда он себе скажет сам, я свинья, тогда Бог у него в сердце будет доволен. Вот это современная частая философия. Я солнце, я большое светлое солнце. Я хороший, я красивый, я красивый, я красивый. Сделай хорошее дело, будешь красивым. Возьми, сделай что-то женское для кого-то. И будешь красивым сказывать. И надо себе самовынушением заниматься. Ну, конечно, себя тоже там уловиться и не надо считать. Но надо больше действовать, чем самовынушением заниматься. Некоторые люди говорят, я чувствую себя как-то ущербным. Постоянно во всем сомневаюсь в жизни. Что это значит? Это значит, что ты недостаточно служишь людям. Один раз, один ученик пришел к своему наставнику, говорит, я такой падший, у меня столько недостатков, я самый падший. Духовный учитель, посмотрел на него, говорит, очень строго ему сказал. Попытайся понять, что ты не самый падший, ты просто падший и все. И вообще постарайся поменьше думать о себе. Я самый падший, я самый падший. Иди и что-то сделай полезное просто. И уже не будешь самым падшим. Видите, это желание, ощущение собоения полноценности идет от отсутствия служения. Незанятости просто. Сердце не занято, поэтому оно такое, ааа, себя постоянно или восхваляет. Но постоянно о себе. Есть два способа думать о себе. Или восхвалять себя, или ругать. В этом случае надо просто идти и сделать что-то хорошее. Иди картошку покопай. Сразу забудешь, падший ты или не падший. Иди покопай картошку просто. И все. Возвышенная личность не думает о том, что он падший, но знает об этом. Возвышенный человек постоянно занят служение, но он знает о своих недостатках. Он не думает о них, а просто знает. А вот грешник постоянно думает о себе. Или со знаком плюс, или со знаком минус. Но только о себе. Я несчастная, я несчастная, я счастливая, я счастливая. Все это одно и то же. Толку от этого никакого нет. Смотрите, как звучит вопрос. Как победить гордость и научиться служить людям? Не надо побеждать гордость и учиться служить людям. Надо просто идти и служить людям. А если у тебя не хватает вдохновения, послушай лекцию. Всегда, когда у меня есть возможность, я слушаю голос святого человека. Потому что единственный способ получить вдохновение, делать правильные вещи, это контакт со святостью. У нас тут одна проблема, нам не хватает вдохновения. Ложьи нет проблем. Кто-то скажет, да? Ответит свои чувства. Надо мало пойти, наверное, да? Надо что-то спить. Вечный покой Вечный покой Сердце прятки обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Остребительный миг Человек — это как звезда Мы маленькие искорки духовные И мы падаем Мы летим от Бога в этом мире Падает гаснет Когда искра летит от Бога, она гаснет Гаснет, становится более несчастным В этом мире никто не прогрессирует Все только стареют Мы рождаемся Но сразу начинаем стареть И в сердце у нас Все больше и больше грехов Каждую единицу времени Выходит изнутри Поэтому человек в старости Становится очень напряженным С каждой секундой Жить становится все тяжелее Вечный покой Вряд ли сердце обрадует Каждый человек стремится К этому вечному покою Как у тебя дела? Все хорошо? Ну слава Богу Алло С нормальной или нет? Ну честно Ну слава Богу Вечный покой Сердце в реакции Обрадует Мы должны беречь этот мир Для того, чтобы повернуться назад Перестать падать Надо оглянуться к Богу Надо искать святость, чистоту Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Слушаем лекцию Служим другим Заботимся обо всех Прощаем Бросим прощения Так человек должен жить Он не должен просто ждать счастья Когда мне хорошо будет Когда в кино пойду Когда отпуск Когда работа закончится Когда на трамвай сядут Куда домой приедут Куда лекция закончится Куда закончится Дети не кормят Вечный покой Сердце бурят Обрадует Это несчастье Все это несчастье Это просто отсутствие страдания Часто люди не стремятся к счастью в своей жизни А они просто хотят, чтобы не было страданий Ты не болеешь Все нормально Ну слава Богу Все хорошо Это несчастье Человек должен стремиться к служению Он должен заставлять себя трудиться в своем сердце Он не должен расставляться Он не должен стремиться к покое Надо заставлять себя трудиться У нас в сердце У всех Есть одна проблема Она заключается в том Что у нас постоянно Малит Вечный покой Нам постоянно хочется Расслабиться Я хочу отдохнуть Хочу наесться Хочу секса Хочу комфорта Это сила, которая нас манит к покою Расслаблению К счастью Она разрушает человеческую жизнь Эта сила заставляет все время Возвращаться к одной и той же проблеме Манит, манит, манит Харусель Путешествие по замкну друг к другу Понимаете? Каждый раз я говорю это уже Где-то я это уже видел И нужно побеждать в области Вот если это наказание Наказание не побеждают Вот если я стою в углу Как мне победить? То, что я стою в углу Как мне победить гордость Обидчивость Гневливость Я хочу обманывать Хочу воровать Хочу денег Хочу есть Как мне все это победить? Хочу внимания, признания Любви Как мне все это победить? Не надо это побеждать Просто Служить Вот с тем, что есть служить Ты стоишь в углу наказан Как не выйти из угла? Никак не выйдешь Выйдешь Еще больше будешь стоять Надо просто Служить Прямо в углу начать служить Ну как в углу служить? Там уже не говорим Можно встать в углу и говорить Я желаю всем счастья Папа проходит Опа Что такое? Начал желать всем счастья Я Сразу срок сокращается Правильно? Человек начал служить Заботиться обо всех Всем желать счастья Срок сокращается Сразу Он может его из угла Выпустить Но он когда желает Всем счастья Ему все равно Стоит он в углу Или нет? Когда человек Начинает служить Ему все равно Страдает Или не страдает Одинокий Не одинокий Он разрушает Свою судьбу Несчастную судьбу Разрушает Он в углу стоит Всем желать счастья Обо всех думает Хорошо Я виноват Я хочу исправиться Я виноват Я хочу исправиться Я желаю всем счастья Папа Ну выходи из угла Все А если хотите выйти из угла Папа Я его больше не могу Стой дальше Кто еще Спасибо вам за ваш вопрос Я это уже ответил На этот вопрос Да В отношении Он прежде всего Отрабатывает Свою судьбу Может ли быть Что с одним человеком Эта работа будет легче А с другими тяжелее Если женщина бросает мужа У нее в сердце поступает Холод Холод И она Не может встретить Никого Или встречать живет Человек Но нет Ощущения родственных чувств Для этого надо Не раскаяться Сначала Она когда раскаивается Тогда потом Она может найти себе Другого человека Вернее Он находится Потому что Поп Соединяет Но если мужчина бросает То у него сердце Становится горячим Как огонь И это горячее сердце Привлекает Пламенную любовь В его жизни Вот мужчина бросил Кого-то И что дальше происходит Он очень быстро Находит себе Другую девушку У него разгорается Пламенное отношение С ней Потом она ее бросает Он находит Следующую И так далее Он не может остановиться Женщина Которая бросает Становится Одинокое Мужчина Который бросает Становится Гулящим Все это ведет К раздухе Это приводит К опустошению Человека Поэтому Таких вопросов В голове Не должно возникать А может быть Что с одним человеком Отработка кармы Тяжелее А с другим Станет легче Таких вопросов Не должно Возникать В голове Потому что Бог Умнее вас Мы же с ним Справим Прежде всего Отличнее С Богом Он не дурак Не знает Что происходит Стоит ли вступать В отношения Если видишь Что с ним Будет непросто С этим человеком Если вы еще Не вступили В отношения Не стоит Но если вы видите Что с этим человеком Будет хорошо Это не значит Еще Точно Что с ним Будет хорошо Но это Знак Что надо Вступать В отношения Если вы чувствуете Что все хорошо С человеком Складывается Все нормально Вступайте Значит Бог хочет Чтобы эти отношения Не видели Но Это только Начало Вены Нашей любви Смотрите Все сказки Как начинаются И Павнушка Сражается За Аленушку Они сражаются Змеи Горыныча Грохнули Все Встретились Как бы А дальше Что интересные вещи Происходят Там говорится Вот и сказки Конец А кто слушал Молодец Не стали жить пожевать И добра пожевать Все в точках А что дальше Никто не пишет Как в Аленушке С Аленушке Дальше жить Никто не пишет Потому что там Все и начинается Потому что Змея Горыныча Надо в своем сердце Грохнуть Мой хороший Там Змея Горыныч Сидит Понимаете И у Аленушки Этот Змея Горыныч Он чем занимается Горинку пьет Змей Горыныч А у Аленушки Ненавидит Иванушка Который пьет Горинку И надо Этого Змея Горыныча Привушить Сердце свое Если видишь Что с ним будет непросто Но ведь это твой Объем работы Над собой И он не зависит От того С кем ты Его проходишь Нет Немножко металл Хорошо Проходить Свою работу С тем человеком Кто тебе сужен Если человек сужен Это значит Что Чувствуешь Что тебя тянет К нему Если к человеку Тянет К человеку тянет Значит И мучиться с ним Легче Потому что Никуда не денешься Вот с подводной лодки Мучиться легче Потому что Никуда не денешься С подводной лодки И там все дружатся В русских Никуда не убежишь Так и у любви Когда человек Предлюблен Человек Он никуда не может Убежать от него Поругался Опять прости И дальше Заня Хорошо Влюбленность Это хорошо Она нужна Не то что Всю жизнь Человеком Начал жить Он тебе не нравится Все равно Каждый Провал Это неправильно Как будто Неправильный Подход жизни Должна быть Связь между сердцем Вначале Потом она Тает Может Совсем Пройти Но это Всего лишь От того Что вы не знаете Как правильно Строить отношения Отношения Начинают Так же вонять Как зубы Во рту Вот если Допустим Зубы Воняют По страшному Значит Это надо Чтобы все Поддергать Поддергать Сей зубы Остаться без зубов Никто же так Не думает Но если Отношения Воняют Зачем Это Расрушать Надо Очищать Эти Отношения Зубы Мы не дергаем Да Отношения Разрушаем Это неразумно Тебе Политало Как зубы Так и близкого Человека Точно так же Еще неизвестно Что важнее Можно Например Искусственные Зубы Вставить Но Искусственного Близкого Человека Как Вставить Свою Жизнь Он должен быть Настоящий С искусственным Никто Жить не будет Нужен Настоящий Поэтому Берегите Отношения Чистите Нет Счастья В отношениях Они Грязные Стали Просто Это надо Очищать Желать Счастья Прощать От Прощения Причем Некоторые Думают Ну невозможно Да вы только Мочните Вот у кого Невозможно Поднимите Ру Невозможно Как зовут Человека Его Как зовут Иван Владос Он Такой Глубокий Человек Да Вот Такой Серьезный Да А вы Забыли Об этом Правда Не забыли А почему Вы не можете С ним Строить Отношения Невозможно Почему Невозможно Сейчас Начните Желать Дух Счастья Давайте Сердце Начните Желать Дух Счастья Я буду За вами Сидеть Я чувствую Ваш Сэр Начните Желать Счастья Пить Пить В препятствии Да Желаете Счастья Или нет Желание Формально Формально Вспомните Святого Человека Есть Святого Человека Вспомните Что Паспитали И Подумайте А Свою Несключителю Учить 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 Какой же Хороший Вам Желать Да Ну это означает Желый Свят Ваш Сердце Мечу Свят А почему Вам Желать Что Подпояс Несключит Ну это Хороший Человек Угу Ну это Все И так Послужим Вы Говори Невозможно Просто с ним Установить отношения Но вы уже установили С ним отношения Сейчас Они же Сердце Устанавливаются Отношения И теперь У вас сейчас сердце С ним С этим Между Между вами Столько Обид Грязи В отношениях Купы Муки Ваше сердце Оно не любит Это все Работать С ним Не любит Прощать Прощение Просить Трудиться Отношения Невозможно Невозможно Оно Учет Просто Чтобы Они были Хорошими Вот Если Я сейчас Сиду На Между Сядую И буду Ждать Тогда Вы станете Хорошими Из этого Что-нибудь Получится Не Невозможно Не Как же Ваших Отношений Надо Сердечки Ваши Очистить Отношения Надо Прощать Прощение Желать Ему Счастья Каждый День Это Делать Как минимум Часть Судра Думать О святом Человеке О святости И Как Этой Заниматься Каждый День Вот Вы Думаете Сейчас Об этом Вам Легко В этом Думаете Легко Трудно Трудно Знаете Почему Сердце Каменное Это Не он Каменный А у Вас Там Камешек Внутри Вашем Сердце Надо Заставить Себя Так Жить Вы Не Пробовали Никогда Пытаться Сердцем Почувствовать Другого Человека Никогда Не Проходит Поэтому И Чувствуйте Что Это Невозможно Вас Нет Знаний Вы И Рас На Рас Я рад Вас Сидеть Здесь Они Вас Привели Да Они Улыбаются Нет Ничего Это Все Я На Своих Лекциях Написал Кандидацию В Диссертацию И Серьезно Изучал Статистику И Оказалось Что У Людей Меняются Отношения Начиная С Года С С Лекции То есть Год Где-то Люди Слушают Лекции Начинают Жить Меняться Года После Года А Год Они Просто В Тему Вникают Они Просто Пытаются Это Все Понять Разобраться А Первый Раз Вообще Ничего Не Понятно Я Помню Когда Я Начал Изучать Любовное Знание Два Три Года Я Ничего Не Созражал Что происходит Я Просто Вникал В Эту Тему Постепенно Все Открылось Современно У Узнала Что Муж Гомосексуал Почему Потому Что Там Где нет Уховной Жизни Там Всегда Деградация Понимаете Когда Человек Не Занимается Уховной Практикой То Понимание Любви Очень Примитивное Любить Живочится А Люди Которые Не Занимаются Уховной Практикой У Них Любовь Она Только В одну Сторону Направлена Это Секс Люди Которые Уховной Практикой Они По-другому Любовь Вообще Не Примимает Любовь Это Только Секс И Все А Любовь Должна Постоянно Развиваться Она Не Может По-другому Секс Когда Человек Женщина Секс Позанимался Много Это Уже Мало Уже Неинтересно Ему Надо По-другому Как-то Женщина Секс Заниматься Извращенный Секс Начинается Когда Женщина Извращенным Секс Позанимался Уже Что-то Не То Может С мужчиной Попробую Понимаете Когда Человек Не понимает Что-то Про Любовь Он Начинает Искать Новые Способы Сексуального Наслаждения И постепенно Деградирует В Эт В Вопрос Чем Более Извращенный Секс Тем Больше Он Засасывает Вот Когда Человек Начинает Сексом Заниматься Издеваться Над Женщиной Называется Садизм Если У него Получилось Женщиной С какой-то Так Заниматься Сексом И она Привыкла К этому То Он Уже Не сможет По-другому Сексом Заниматься Это Засасывает Чем Грубее Секс Тем Он Больше Привлекателен Потому Что Секс Это Насилие Человека Это Допустимое Насилие Оно Создает Возможность Начинать Детей Допустимое Это Животные Чувства Понимаете Животные Не человеческие Но Это Необходимо Для Того Чтобы Рождались Дети Секс Также Необходимо Для Того Чтобы Снимать Напряжение Если Человек Духовной Практикой Не Занимается То У него Психическая Энергия Опускается Вниз Когда Она Опускается Вниз Она Увеличивает Жажду Вкусной Пищи И Жажду Секса Всегда Когда Энергия Опускается Вниз Любви Энергия Не Вверх Увеличивает Жажду Вкусной Пищи И Секса И Комфорта Человек Очень Сильно Начинает Привязываться К Эти Деща Когда Утомный Энергий Поднимается Вверх Он Остывает Эти Деща Он Не Сильно привязан к пище, к сексу и больше думает о Боге, об отношениях, о работе над собой, его жизнь становится легче и счастливее в этом случае. Но когда человек очень сильно привязан к сексу, он не работает над собой, то его секс постепенно начинает извращаться. Его уже не удовлетворяет такой секс, как был раньше. Ему нужно больше, разнообразнее и так далее. Но это всего лишь только одно объяснение этого вопроса. Есть еще другое объяснение. Когда человек не работает над собой долго, то у женщины в этом случае начинают развиваться мужские качества характера. А у мужчины — женские. А если человек в следующей жизни уже рождается, не работая над собой, то у него появляются уже наклонности к своему полу, а не к противоположному. Так женщина, которая привязана была, ну то есть как мужчина себя вела, она в следующей жизни рождается мужчиной, который очень по-женски настроен. И он находит себе мужчиной. Гомосексуализм — это всего лишь этап деградации человечества. Это этап деградации человечества. Когда человек начинает работать над собой, то первое, что происходит, он сначала, ну его чёртый характер начинает соответствовать полу. Ну, допустим, мужчина, как женщина себя ведёт, он когда начинает работать над собой, становится мужественным. Это первое, что происходит. А потом у него меняется половая ориентация. Поэтому если у вас, допустим, склонен к гомосексуализму, это всего лишь признак его духовной недоразвитости, и всё. Это означает, что он просто не работал над собой никогда. Он начнёт работать над собой, и у него постепенно это всё уйдёт из жизни. У меня есть один гомосексуализм знакомый, который начал слушать лекции, и он сначала рассказывал мне, что у него больше мужественности в характере появляется, а потом постепенно он ушёл от этих каких-то отношений и женился в процессе. Это результат правильного поведения, правильной работы лиц. Вот и всё. И надо гомосексуализм воспринимать как нору, и не надо гомосексуализм воспринимать как мерзость. Надо воспринимать его как болезнь и заботиться об этих людях, давая духовное знание. Это просто невозможность человека жить правильной жизнью. Невозможность. Ни нежелание, ни невозможность. Любить же надо. А если любится мужчина, если любится мужчина, что ему делать остаётся, понимаете? Поэтому нужно состраданием к этим людям относиться. Они получают внутренние силы, правильное отношение строят к половому плану. И так же не нужно думать, что это норма, потому что сейчас в Европе это очень распространено. Давайте признаем, что это хорошо. Признать возможности этих людей так жить — это нормально. Но признать, что это хорошо — это безумие. И при этом я не, как этих людей называют, гомофоб, да? То есть против, я против. Я против безмравственности. Безмравственности. Против этого. Когда секс становится основой жизни. Ты голос сексуалист или гейтеросексуалист, думай о Боге. И у тебя всё в жизни станет как надо. Молодец. В одной ты человеке без здоровья. Не имеется ничего. Есть болезни разума, а есть болезни ума, тела, и так далее. С разных типов искусств. Живём в Италии, как здороваться, если все целуются и обнимаются. В Италии есть разные слои детей. В Италии один слой невежественной. Там не целуются и обнимаются. Там и в ПАФ. У бандита, инстерита. У пиванта есть стрелянка. Ну и убита. Пистолета. То и это. Где джинпанка. Миллионы и пиванта на законы. Всё, переводите? Простите, я не знаю, потому что это слишком сильный партёр. Итальянцы в невежестве — это мафия. Итальянцы в страсти — это как же и везде светское общество. Означает обнимаемся, целуемся между собой в перемешке. Одежды у женщин меньше, чем положено. И так далее. Это просто светское общество. Но есть первые люди в Италии. У них другие законы, правила отношений. Я об этом знаю, потому что у меня есть итальянцы, друзья, из среды ладостных людей. У них совсем другие правила отношений. Они очень культурные и правильно себя ведут друг с другом. Поменяйте сверу своих отношений. Развивайтесь как личность. Пытайтесь развиться. И вы увидите других людей, которые по-другому себя ведут. Пойдите, найдите себе другое окружение. В этом ответ на этот вопрос. Если вы думаете, что таких людей нет, то это неправильно. У меня есть несколько знакомых из Италии, которые помогут вам с вашими словами. Нам пора заканчивать. Уже нет, собственно, к счастью.